В законодательстве понятия детская площадка нет, потому нет и тех, кто должен следить за их сохранностью и содержанием в надлежащем виде. Члены общественной палаты разошлись во мнениях, кто должен взять площадки под контроль, кто будет отвечать, если с детьми случится ЧП. Между тем, инспекции по площадкам Иванова и Кинишмы дали неутешительные результаты. Ряд детских площадок представляют определенную угрозу для детей, играющих на эту площадку. При напряжении минимальным требованиям предъявляем к порядку и чистоте содержания игровых комплексов и прилагающие к ним территории. Спортивных площадок в Иванове больше 30. В этом году только по наказам избирателей депутаты установили 424 детские площадки. Пока они новые и проблем с ними нет. Но пара лет и краска облупится, а элементы выйдут из строя. Представители администрации предлагают озадачить вопросом содержания самих жителей. Пусть берут банки с краской и восстанавливают. Соберите мусор, который валяется на этой детской площадке, потому что там играют именно ваши дети, которые приходят на детскую площадку из других микрорайонов города. Такое мнение возмутило общественников. Жильцы даже при самом тщательном уходе за турниками и качелями не смогут предотвратить их поломки. А кто будет отвечать за последствия? Алексей Ижбанов предложил передать площадки на баланс управляющих компаний. Это мнение также отвергли. В управление может быть. На баланс ни в коем случае. Потому что управляющие компании на сегодняшний день – это самостоятельные юридические лица с частным уставным капиталом. И передача им безвозмездно любого имущества, являющегося на сегодняшний день до юра, опять же, государственной собственностью – это просто невозможно. Юлия Портнова считает необходимым передать площадки в ведение комитета по имуществу городадминистрации. Там должны выделить деньги на обслуживание и уход. Но и жители не должны оставаться равнодушными. Проблему площадок важно решать комплексно и сообща.